29 августа 1991 года Нурсултан Абишевич Назарбаев издал указ номер 409 о закрытии СИМ Палатинского испытательного ядерного полигона. С этой знаменательной даты прошло уже 29 лет. Это событие стало значимым как для нас, казахстанцев, так и для всего мира. Казахстан своим примером показал, что успешная модель международного сотрудничества, возможно и без так называемого ядерного чемоданчика, всего можно достичь идя мирным путем. СИМ Палатинский испытательный ядерный полигон был построен в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1947 года. Он расположился на границе Симпалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей, 130 километрах с северо-западней Симпалатинска, и занял площадь 18 500 квадратных километров. Для первого атомного испытания военные строители подготовили опытное поле. В эпицентре в верхней части 30-метровой металлической башни, напоминавшей водонапорную, был установлен ядерный заряд мощностью 22 килотонны. И 29 августа 1949 года на Симпалатинском ядерном полигоне было проведено первое испытание, положившее начало ядерной трагедии Казахстана. Всего за 40 лет с 1949 по 1989 год на Симпалатинском полигоне было проведено не менее 468 ядерных испытаний, в том числе 91 воздушное, 26 наземных, 343 подземных, из них 215 штольнях и 128 скважинах. Кроме ядерных испытаний, здесь произведено 175 взрывов с применением химических веществ, из них 44 с зарядами более 10 тонн. Пик испытаний пришелся на 1961 и 1962 год. За эти два года было произведено 68 ядерных взрывов. Только лишь за 1 сентябрь 1961 года было проведено 15 атомных испытаний. Суммарная мощность всех произведенных на территории Казахстана ядерных взрывов превысила 50 мегатонн. Радиоактивные осадки распространялись на территории 304 тысяч квадратных километров, где проживало более 1 миллиона 700 тысяч человек. Симпалатинская область стала зоной экологического бедствия. На сегодняшний день жертвами ядерных испытаний на Симпалатинском полигоне официально признано более 1 миллиона 323 тысяч человек. Зачастую жертвами испытаний становятся даже не те люди, что жили тогда у полигона, а их дети и внуки. Люди гибли от рака, белокровия, анемии, катаракты. Люди гибли от аллергии, туберкулеза, нервно-психических заболеваний. Люди гибли от кожных, сердечно-сосудистых заболеваний. У многих были врожденные уродства, олигофрения. Страшные цифры говорят сами за себя. Средняя продолжительность жизни в регионе сократилась на 3-4 года. Ядерные взрывы нанесли большой вред не только людям, но и природе. Земля, вода вокруг полигона заражена, на ней ничего нельзя выращивать или производить. 28 февраля 1989 года родилось антиядерное движение, названное «Невада-7-Палатинск». Главной своей целью оно считало закрытие Семипалатинского полигона, а также всех ядерных полигонов на Земле. На митинге у здания Союза писателей Казахстана 28 февраля организатор и президент антиядерного движения Олжа Самарович Сулейменов объявил, «Только что создано антиядерное движение. Наша цель – навеки прекратить испытания ядерного оружия в Казахстане, закрыть Семипалатинский полигон, бороться за закрытие всех ядерных полигонов». Массовые акции движения «Невада-семей» остановили 11 взрывов из 18 запланированных на Семипалатинском полигоне в 1989 году, а в 1990 и 1991 не позволили произвести ни одного. Последний взрыв на полигоне был осуществлен 19 октября 1989 года. От 29 августа 1991 года полигон был закрыт указом Нурсултана Абишевича Назарбаева, заложившим основу для будущей безъядерной политики Республики Казахстан. На тот момент ядерный арсенал Казахстана насчитывал 1216 ядерных боеголовок, установленных на 104 баллистических межконтинентальных ракетах стационарного базирования. Суммарная ядерная мощь оружия, расположенного на территории молодого государства, являлась крупнейшей в мире, превышавшей в несколько раз арсенала Великобритании, Франции и Китая. Решение главы казахстанского государства создало первый в мировой истории прецедент добровольного закрытия ядерного полигона. И мы не должны допустить повторения истории. На сегодняшний день Семипалатинский ядерный полигон преобразовался в научно-исследовательский центр, который работает в мирных целях. Наша задача – сохранить мир и красоту нашей великой Родины и передать ее нашим потомкам.